Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Законопроект о выплатах мамам первенцев рассмотрят 18 января. Именно на этот день было назначено внеочередное заседание ЗАГС Собрания Кировской области. Оно пройдет в режиме видеоконференц-связи. Сначала с 9 утра состоится заседание комитета по соцвопросам. Сразу после него пройдет заседание УЗС. Депутаты рассмотрят инициативу, внесенную губернатором Александром Соколовым. Она предполагает, что кировчанкам, которые родили после 1 января 2024 года первого ребенка, будут доплачивать до размера средней зарплаты по региону, с учетом других пособий, которые женщина уже получает. Необходимые средства в областном бюджете залезервированы. Более 1 миллиарда рублей направят в этом году на ремонт дорог в Кирове. На эти деньги будет отремонтировано 65 участков общей протяженностью 40 километров, рассказали в департаменте городского хозяйства. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент уже заключен контракт с компанией «Гордор Мострой» на сумму свыше 250 миллионов рублей. Деньги направят на ремонт 21 участка, протяженность их составит 11 километров. В списке улицы «Профсоюзная» от Карла Маркса до Октябрьского проспекта, улица «Ленина» от Тимирязева до 65-летия Победы, труда от Набережной Грины до Горбуновой, улица «Горбачева» от Ленина до Карла Маркса и другие. Будут приведены в порядок также дороги в поселках Сосновом, Садаковском, Ганино, в Чистых прудах в Нововятском районе. До 29 января планируется заключить еще один контракт на полмиллиарда рублей. Еще один контракт на 125 миллионов заключать до 25 февраля. Оставшуюся сумму разыграют до 1 апреля. Сейчас определяются виды и объемы работ, идет подготовка смертной документации. Экспорт древесины из Кировской области за год вырос на 38%. В общей сложности за рубеж было отправлено 623 тысячи кубометров лесопродукции. Экспортируются из региона круглый лес, пиломатериалы, а также другие лесоматериалы, стойки, крепежный реквизит, шпон. Основным покупателем Кировского леса является Китай, также среди лидеров Казахстан и Узбекистан. Всего же лесоматериалы Кировская область экспортировала в 36 стран. Кроме этого, кировские производители отправляли за рубеж палочки для мороженого, спичечную соломку, фанеру. Мария Гожевникова, новости экономики в Кирове.